Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители ТЮП-канала Дэйли Йоропонлайн. У меня гостя Гарри Табах, известный общественный деятель, офицер. Здравствуйте, Гарри. Здравствуйте, известный журналист Михаил. Не привлечите, Гарри. Ну что же, мы с Гарри пишем интервью буквально за несколько часов до дебатов, но оно выйдет всё-таки после дебатов, вот завтра рано утром. Ну, тем не менее, будет интересно, собственно, насколько угадал Гарри в своих прогнозах. Какие ваши прогнозы на эти дебаты? Ну, сложно сказать. Камала Харрис уже, насколько я понимаю, больше недели никуда не вылазит, ничего не говорит. В том смысле, что её тренируют на эти дебаты. То есть, там, создали комнату, как говорят, целую, такую же, где она будет, где будут проходить дебаты. Там стоит такой же, как Трамп, такие же вопросы, такое же. Все её подготавливают к этому. Ну, примерно, как, наверное, подготавливали Байдена. А Трамп, похоже, он не подготавливается к этому. Он всё равно ездит, проводит митинги, встречается с людьми и так далее. То есть, наверняка, у него будут более-таки наигранные, уже тренированные ответы. Надеюсь, что не было швимования, как в прошлый раз, когда Байдену дали вопросы, которые будут задавать заранее, а Трампу нет. Ну, это были прошлые дебаты, заранее вопросы не давали, но это был один из договорённостей, что вопросы не будут предоставлены заранее, потому что это глупо. Но я думаю, что, как бы они там ни вышли, если уж там какой-то ужас-ужас случится, такой, как с Байденом, то сильно ничего не изменилось. Люди приняли своё решение, это минимальное. Мы видим, как разъединились, то есть, вот такие демократы-демократы, тот же Илон Маск, ну, уж понятно, Роберт Кеннеди, ну, а сейчас ещё Алла Дошевиц, они уходят с демократической партии и, значит, поддерживают Трампа. Это такие иконы демократической партии, ну, с другой стороны, такие люди, как Дек Ченни, его дочь, Лиз Ченни, Кангас Умэн. Дек Ченни, это был вице-президент у Буша, он был непопулярный очень у Буша младшего, да и сам Буш младший поддерживает Камалу Харрис на таких республикациях, как Буш. То есть, у нас формируется какая-то третья сила, то есть, конечно, я надеюсь, что Трампа Камале даст по Харрису, но посмотрим, сложно, ещё скоро узнаем все это. Но, опять же, я думаю, что это не будет решающая вещь. Решающая будет, дадим ли мы, украсть эти выборы, дадим ли мы, сфальцифицировать их или нет. С голосованием по почте, это то, что, опять же, настаивает на чём и законы выдаёт Камала Харрис. По времени, то есть, мол, нелегальные иммигранты могут голосовать, ну и так далее. Всё, что сфальцифицирует наши выборы, как это произошло в прошлый раз. Так что, ну вот у Камала Харрис то, что она вышла со своей, напечатали, значит, её программу президентскую, там ни слова про Украину, ни слова про Украину не сказано. А в основном, вот, весь бюджет, всё внимание на борьбу с климатом. Борьбу с климатом, борьбу с климатом. То есть, миллиарды долларов грантов, дармоедом этим, которые будут бороться с климатом. Прекрасная, очень прекрасная задача. Карри, мы помним, что предыдущие июльские дебаты, которые стоялись между Трампом и Байденом, они фактически полностью поменяли картину происходящего. И Харрис, она стала неожиданно кандидатом от демократов на этих выборах. Я вспоминаю Женевский саммит мира, куда приехал вице-президент Харрис. Если вы помните, вице-президент Харрис, она стояла буквально во втором ряду, скажем так, политиков. Но она особо даже не хотела, я думаю, как-то и светиться. И впереди стоял президент Украины и ряд других политиков. То есть, никто не думал, я думал в тот момент, что Харрис, она будет кандидатом от демократов. То есть, победа Трампа на тех дебатах и нокдаун, который получил Байден, она всё изменила. Так вот, некоторые считают, что, собственно, да, это было очень эффектно. Но, с другой стороны, это осложнило жизнь Трампа, потому что сейчас было бы легче бороться с Байденом. И если бы эти дебаты предварительно не состоялись, то сейчас бы демократы не смогли заменить своего кандидата. Если бы это был Байден, он проиграл бы на дебатах Трампа. Есть ли опасность, например, того, что если Трамп сейчас, скажем, победит на этих дебатах уверенно, безапелляционно, то есть не оставив Харрис вообще никаких шансов, то заменять её не будут. Но её могут назначить уже исполняющие обязанности президента. А в любой стране исполняющие обязанности президента автоматически имеют форму в 5%. Потому что есть всегда лейлисты среди граждан, которые готовы голосовать за действующего президента. Да, сейчас это обсуждается очень как следующий манёвр. Если дебаты совсем пойдут не так, как хотелось бы, ну или совсем будет какая-то катастрофа на них, то да, то тогда, конечно же, они уже... Ну и они подготавливают к этому, говорят, что 45% времени Байден не был президентом, он был всё время в отпуске, он сейчас в отпуске, он не может действовать, его нигде не видно. То есть да, они могут это сделать. Насколько это поможет, я не знаю. Но опять же, я не хочу заглядывать вперёд, пока я не буду спекулировать на этих вещах, продавать себе будущее, какие-то надежды или ненадежды. Посмотрим, как пройдут эти дебаты, какие будут заключения. Опять же, это явно, что все левые будут говорить, что она гениальна, что она то-сё. Хотя ещё три недели, месяц тому назад, говорили, что она самый непопулярный вице-президент Соединённых Штатов Америки, что она полная идиотка. Когда решили убирать Байдена, опять же, она не обсуждалась. Обсуждался Джаш Шапира, губернатор Пителю, они обсуждались. Обсуждался даже Мишелла Обама, обсуждался губернатор Ньюсон из Калифорнии, но не она. А потом бум, она. Ну и опять же, никто не ожидал этого, потому что она же не прошла праймарис, она не участвовала в праймарис, как даже тот же, как другие кандидаты были. То есть её никто не выбирал от них платить в партии. И это, конечно, нарушение, или нетрадиционно, в нашем обществе. То, что провелись вот эти дебаты так рано, ну опять же, это вот показывает, что Трамп человек слова. Потому что он сказал, что он проведёт дебаты с Байденом в любое время, при любых условиях, в любом месте. И вот они его поймали в любое время. А, в любое время, давайте, значит, тогда в июле и проводим дебаты. И что и произошло, что и произошло, он сказал, что он согласился на всё. Он согласился на отключение микрофонов, он согласился на то, что не будет присутствовать аудитория. Он сейчас согласился. Сейчас они хотели поменять. Поэтому, конечно же, то, что он согласился сейчас, мы видим, что это играет против него. Но никто не ожидал, что они его снимут. Но, опять же, это всё беспрецедентно. То есть всё беспрецедентно в Соединённых Штатах Америки. Никогда такого не было. Да. Поэтому никто не ожидал, что они так поступят по отношению к своему президенту. Да, вот мы какое-то время с вами назад обсуждали, опять же, вот, как бы констатировали факт, да, связанный с расследованием, которое публиковало Нью-Йорк-Пост в отношении сына действующего президента Хантера Байдена. И то, что Цукерберг, по его словам, собственно, придерживал выдачу публикации. Собственно, эта новость, она никак не срезонировала, но и не срезонировала, не срезонировала. Но теперь появилась новая новость. Это о том, что действующий президент отсутствовал на рабочем месте около 540 дней. То есть, короче говоря, полтора года. Ну, то есть, полтора года. Полтора года из четырёх лет. Ну, по сути, по сути, это половина президентского срока. Ну, когда отсутствует президент, кто-то управляет страной. Значит, управляет страной, значит, группа лиц, советников, может быть, назначенных там президентом больным лиц. Но это, скажем, неизбираемые люди. То есть, это не те, кого там выбирал в данном случае, ну, американский народ. То есть, это просто управленцы, которых назначили, может быть, эффективно. Я не знаю, вопрос не в этом. Вопрос в том, что это снова не вызвало никакой резонанса. Вас не удивляет, что, скажем, вот такое впечатление, что мы сейчас получаем некие данные об истории, там, столетней давности, когда, в принципе, всё ушло, покрылось мхом. И даже как-то это и неинтересно обсуждать. А ведь это имеет прямое отношение к настоящему. Кстати, если полтора года де-факто президент Пайден, ну, в силу разных причин, понятно, да, ну, там, возраст и так далее, он, может быть, занимался другими вопросами и так далее, вот он не был на рабочем месте, как говорят СМИ, то тогда эти полтора года активным игроком, по идее, должна была быть Камала Харрис, как вице-президент. Значит, тогда ей сложно выступать с планами на будущее. Тогда нужно, ну, рапортовать о том, что уже сделано за эти годы, как вы считаете? Не, ну, она всё равно в этом участвует, поэтому это всё, что она говорит, это, ну, абсурд. Она говорит, надо перевернуть страницу, надо менять что-то, надо, значит, действовать. А что же ты делала все эти три с половиной года? Что ж ты не высказывала этого ничего? А покрывала ещё президента, который не функционирует. Прикрывала, говорила, что он самый лучший президент вообще за всю историю США, что он всё делает, то есть ты врала народу, и ты ничего не делала. А сейчас она говорит, нет, надо, вот пришло время перемен, таких перемен, то же самое, что и было. Ну, и это понятное дело, что включает всё, включает опять вот это вот Раша Гейл. Уже второй раз, что Трамп оказывается, значит, Россия. Из-за него, опять же, вот этот нонсенс, на который люди ведутся, что, значит, когда Обама был президентом, он при нём, возможность у россиян была продвинуть Трампа. Когда Трамп был президентом, у него, оказывается, у россиян не было такой возможности опять его оставить на должность. А вот теперь пришёл Байдер, и у россиян опять появилась такая возможность, значит, поставить Трампа в президента. И вот этот нонсенс разгоняется и разгоняется. Как и в Украине, никак не умрёт вот эта идея, что это Трамп и республиканцы блокировали эти 61 миллиард долларов помощи, помощи там не было, в которую входило 10 миллиардов Хамасу в газу. Вот эти вот споры вечные, ты пытался иметь, ну, посмотри, вы читали его? Нет, никто не читал. Так вы почитайте, что там, что туда входит, полторы страницы этого всего. Нет, и вот до сих пор они верят, хотя уже и Борис Джонсон, и Майк Джонсон, и Курт Волкер, и все люди, которые имели это отношение, понимают, тем, кто говорит, нет, наоборот, это Майк Джонсон и Трамп продвинули вот эти 61 миллиард долларов. Как раз была какая-то помощь в Украине. Ну, а где она? Хорошо, где она? До сих пор её нету. Но всё равно в украинских СМИ и везде, вот мне сейчас какие-нибудь идиоты напишут в очередной раз. А разве не Трамп? Как вы объясните, что Трамп с республиканцами блокировали 61 миллиард долларов украинской помощи? Ну вот уже проголосовали за неё, а помощи нет. Более 9 миллиардов так и лежит в Пентагоне, которые принадлежат Украине. Сейчас, в конце этого месяца, через три недели, всё, им кирдык, они уйдут обратно в бюджет. И опять надо будет за них голосовать, они перенесутся на следующий год, хотя Байден, может, или Камал Харрис могут их сейчас дать. Так, в Украине как раз очень нужны оружие, это 9 миллиардов или уже больше, которые 125 миллионов дали. То есть, ну, вообще нонсенс, но люди будут всё равно говорить. А переведут это на следующий год, голосовать в бюджет, это будет опять в бюджете. Республиканцы опять скажут, что нет, какой смысл нам за это, за всё голосовать, за такие огромные бюджеты, если вы их всё равно не даёте. То есть, смысл каков? Ну, я думаю, конечно же, всё будет зависеть, кто вот в ноябре победит или кто станет президентом. То, что победит Трамп, я не имею никакого сомнения, как и в прошлый раз он победил, но были специфицированные выборы, и они будут продолжать его банкротить, будут продолжать судить, будут продолжать пытаться его убить, всё что угодно. И только от него избавиться. Есть много программ, которые уже показаны, где понятно, что он из чаги ада, которые в Европе, они боятся в Европе, они боятся в Украине. Все коррупционеры, все вот этот весь establishment, всё это болото, все эти четыре фирмы, которым, в принципе, принадлежит, всё, там вот BlackRock и всё такие. Вот на глобализацию, по решению по всему миру, везде одно и то же. Всё, одни и те же компании. И все эти компании сходятся вот в эти три или четыре конгломерата финансовых. Они тебе ставят, убираясь между зелёным и синим президентом. Есть у тебя выбор. Ты можешь пить это кофе или то кофе, но всё равно это одно и то же. Всё равно это всё сходится. К этим фармацевтическим фирмам, к этим фирмам питания, еды, это о чём говорит Кеннеди, Роберт Кеннеди, что с этим надо бороться. Но ты не можешь с этим бороться, с этим Давосом. Единственное, кто не принадлежит, это кто не брал деньги у лоббистов и у всех этих фирм, это Трамп. Вот он им свалился один раз, они поняли, что это огромная опасность, и весь мир пытается от него избавиться. Любым способом, как и сказала внучка Хрущёва, в одних из дебатов со мной, ещё когда он взбирался в прошлый раз, когда он выиграл, она сказала, от него надо избавляться любой ценой, любой, включая Украину и Драйв, неважно, Америка. Главное от него избавиться. И это продолжается уже бесконечно. Что сейчас они, что они сейчас? Вышли, а что он снимет санкции с России. Теперь это в Украине разгоняется, что он снимет санкции с России. Кстати, Нина Хрущёва недавно выпустила новую книгу. Гарри, я вот о чём вас хотел спросить. Если, скажем, мы говорим о сильных сторонах, сильных сторон у сторон во время этих дебаток, какие сильные стороны вы видите, то есть, условно говоря, козыри обоих кандидатов на предстоящих выборах, которые они могли бы бросить и которые могли бы использовать? Ну, я не вижу никаких козырей у Камалы Харрис, потому что, опять же, это профессиональный политик, профессиональный чиновник. Её козырь, что она будет обещать. Вот она будет обещать всё, что вам угодно. Это её козырь. Всё бесплатно, всё всем поровну. Всё, что угодно. Вот что вы хотите, она вам сделает. А у Трампа, козырь, то, что он будет, наверное, более честен, более искренне говорить о вещах, которые происходят, может быть, не так элегантно. Ну, и так частенько бывает. Опять же, смотрите, понимаете, Михаил, политики не могут создать рынок, они не могут создать финансы, политики не могут создать деньги, они не могут создать бизнес и деньги, чтобы функционировал, чтобы работал. Когда они пытаются это сделать, всё, что они создают, это коррупция. Вот попытками создать какие-то бюджеты, какой-то рынок. У них заканчивается это то, что при этом у них просто коррупция тогда расцветает. Они не могут этого сделать. Вот это профессиональные политики, такие как Камала Харрис, такие как Байдин, которые никогда ничего не делали, кроме того, часто в политических избирательных кампаниях. Неважно, могут иметь суперпакт, продавать свою душу профсоюзам, ложиться в постель с прокурором, что угодно, с террористами, с кем угодно. А бизнесмены всё-таки, экономисты, так сказать, люди, которые понимают что-то в экономике, понимают что-то, как зарабатывать и как делать рынок. Но их не допускают. Их не допускают. Они говорят о реальностях, которые мы слышать не хотим. Которые они говорят, слушайте, чтобы хорошо жить, надо работать. Как насчёт этого? Работать? Мы с ума сошли? Кто из нас хочет работать? Чтобы хорошо жить, надо учиться в университете или какой-нибудь профессии, с которой надо будет работать, а не трынгеть с утра до вечера. О гендерах, о танцах лесбиянок, а как насчёт электроники, физики, инженеры, инженерии. Это другое. Даже фармацевтических наук. Это сложнее. Это никто не хочет делать. Да, я, знаете, в очередной раз был шокирован, когда услышал сегодня очередных пропагандистов, которые стали оскорблять Илона Маска. Они будут даже повторять. Но, скажем, вообще я вам скажу так, что если бы всё-таки, скажем, у нас было англосаксонское право в Украине, то, конечно, безусловно, все люди, которые говорят, говорят, то есть они думают, они как бы говорят в пустоту, они думают, что они апеллируют к какому-то мифическому, русскоязычному избирателю в Америке. Но если бы у нас был англосаксонское право вообще, и кто-нибудь читал там, в Америке, то, я думаю, полетели бы иски о защите, чести и достоинства на многомиллионные суммы. Вот, например, от Илона Маска, которого просто оскорбляют, связывают с Путиным. Причём не задаются вопросом, связанным с Путиным, а уже автоматически его связывают, пристёгивают к Путиным. Оскорбляют последними словами. Это человек, который придумал компанию Нейролинк. Хотя бы Нейролинк, который вообще в состоянии перевернуть и дать возможность людям с ограниченными способностями, то есть физическими возможностями, ну, вторую жизнь, шансы прожить эту жизнь. А им всё плевать, и не оскорбляют Маска, и всё. Потому что Нейролинк в Украине, им тоже плевать, они будут тебе придумывать, что он это отключил, или ещё что-то. У тебя военные уже сказали, что они так быстро двигались, что это было противозаконно, включить это на территории Крыма. И тогда это всё бестное. Это пропаганда. Если Илон Маск стал за Трампа, значит, он за Путина. Если Роберт Кеннеди говорит за Трампа, значит, он за Путина. Если я говорю за Трампа, значит, я за Путина, значит, ты мой за Путина. И все люди, так какался, за Путина. Все, неважно, если ты кто-либо говорит что-то за Трампа, они автоматически тебе говорят, что ты за Путина. Значит, деньги брал Байден, и так, и Хантер Байден. Деньги брали. А работал на Путина Трампа, и все, кто его поддерживает. Понимаете? И это... Ты тут... Это болезнь. Это у нас уже болезнь. Это психоз. Вот как в гитлеровской Германии был психоз. С гитлером... Против там, допустим, цыганок. То есть точно такой же психоз. Часто в стране, во всем мире с Трампом. Это психическое заболевание. Весь мир сошел с ума по этому поводу. Понимаете, Гарри, естественно, Трамп никого не поведет, какого-то украинского пропагандиста в суд. Это смешно, этого никогда не будет. Но если бы, скажем, действительно у нас люди, скажем, были погружены в англосаксонскую правовую культуру, то есть мы стремимся в Европейский Союз, Североатлантический Альянс. Это очень важно в процессе борьбы с российской агрессией, с диктатором Путиным. Так вот, базовое право – это право на честь и достоинство. То есть когда ты, например, называешь кого-то пособником Путина, ФСБшником, пособником российских оккупантов, как это делать слегка в Украине, за это никто не отвечает потом. Но когда эти же методологии переносятся уже на Маска, на еще кого-то, и у нас считают, что за это тоже никто не будет отвечать. Наверное, не будет. Но если бы, повторюсь, это было в Америке, я думаю, бы подтвердить, что были бы просто многомиллионы низких, которые… Нет, к сожалению, у нас тоже в газетах пишут что угодно, обвиняют, потом корректируют, потом убирают. Но судить их не в том, в принципе, по большому счету, у нас не судено, что это у нас посчитается свобода слова, и ты можешь говорить. Но сейчас меняется. Допустим, если ты сожгешь флаг ЛГБТ, ты можешь получить срок. А если ты сожгешь американский флаг, то это свобода слова. А если, не дай бог, палестинский, то это совсем… Поэтому это все по-разному, и это меняется. Но дело все в том, что хорошо, вы можете обзывать, как хотите, вы можете оскорблять, как хотите, вы можете даже придумывать мне разные умилительные вещи. Я считаю, что хорошо, с этим можно бороться. Но когда ты призываешь к убийству или к насилию, за что вот они Трампа сейчас судят, что он призывал к перевороту, хотя нигде он не одолженно сказал, идите и мирно по закону защищайте свои права. И уже это сто раз тоже обсуждалось, и как полный суд. Но когда есть так называемые журналисты или комментаторы, и они чрезвычайно популярны в украинских СМИ, и они призывают открыто к убийству президента Трампа, просто к человеку нельзя это делать, тем более к президенту США, вот в Америке за это могут арестовать, за это есть призывы к убийству президента Соединенных Штатов, за это могут арестовать, несколько людей арестованы за это. А в Украине они продолжают вещать, вот что, вот что для меня меня шокирует, что эти люди продолжают вещать, призывая по СМИ в открытых сетях призывать открытых убийств президента Соединенных Штатов Америки, они продолжают вещать, эти каналы продолжают работать, вот это неправильно, особенно это та страна, и в стране, в которой большинство людей, которые хотят и помогают Украине, они как раз за этого президента, но это не важно, это не играет роли, никакого нельзя призывать убивать Байдена, Трампа, Буша, кого угодно, Баму, нельзя, никакого человека нельзя призывать к насилию, к убийству, но почему-то господин Пенковский продолжает быть, открыто призывал Найки, этот молодой раскрученный эховец Москвы продолжает вещать, его чрезвычайно популярно, он тоже призывал, и был расстроен, что не убили президента США. Ну, как я понимаю, господин, как я понимаю, высшенназначенный господин, он заявил о том, что он бы поколотил крампистов? Да, ну, ну, Муджабаева мы не будем брать, потому что это алкоголик, надо просто там это, но тоже вещают эти люди, угрожают, угрожают мне, что мне, идти в полицию украинскую, что сказать, вот эти люди мне угрожают, и что? Ничего, не приезжайте к нам в Украину, мне скажут, это ваш выбор, приезжайте сюда, и вот брать на себя этот риск, а что вы хотите? Ну, прошло, но не. Спасибо, спасибо, Гарри, за то, что вот вы дали интервью буквально за несколько часов до дебатов, на программу нашего идет вот через несколько часов уже после дебатов, так что будет интересно, конечно, зрителям посмотреть, а друзьям, с нами был Гарри Табах, известный общественный деятель, офицер, спасибо большое, Гарри, за это интервью, и до новых встреч. Бай-бай, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,